всем привет вы на моем канале вязание сегодня у нас воскресенье это значит что пора подвести итоги наших вязальных гонок я напомню вам что это совместный проект который я провела вместе с каналом творческая студия ксения двоеглазовой ссылочку на этот канал оставлю в инфобоксе сегодня снова значит мы с ксюши на двоих решили замутить что-то типа такого мини марафона соревновательным эффектом то есть соответственно будут победители кто-то из нас выиграет в конце концов эту гонку и в самом начале в понедельник всего неделю длится этот проект совместно в понедельник я показывала вам процессы которые вводила в эти вязальные гонки не все процессы к сожалению я повязала двигала только то что уже было начато ну и сегодня я снова все буду взвешивать и на экране вам буду подписывать расчеты то есть сколько я в итоге связала за эту рабочую неделю сколько это в метрах ну и соответственно вы увидите итог моего вязания нас и также я в этой в этом видео поделюсь с вами результатами вязания ксюши она в свою очередь в своем видео будет рассказывать то же самое да так я всего отвязала три процесса все эти процессы это мои недовязые два долговяза скажем так и один процесс это джемпер давайте мы с него и начнем потому что джемпер это единственная готовая работа за эту неделю я очень хотела его закончить в принципе я с этой задачей справилась у меня снова в кадре будут вот такие весы я вам сейчас на экране подпишу вес изделия в понедельник да чтобы вы могли сейчас вспомнить как это было корзинка у меня точно такая же только потом в прошлый раз было другого цвета но они абсолютно одинаковые поэтому я включаю весы я надеюсь что вам все будет видно так видно должно быть видно сейчас на весах ноль джемпер я свой полностью закончила вчера даже успела его постирать честно скажу стирала стиральной машине давайте вам пока просто покажу потом уже будем взвешивать так полностью все готово два рукава тело если его раскладывать ширину это получается что-то очень смешное потому что джемпер я вязала достаточно коротенький то есть он чуть ниже ну не чуть ниже в общем он грубо говоря перекрывает поясницу брюк да у меня все брюки на завышенной талии на высокой талии на завышенной и вот ну конечно же ничего не выглядывает но я не специально не вязала ниже бедер потому что я такую длину не очень люблю мне кажется что она меня не украшает так надо снять маркирочки потому что я когда вязала второй рукав честно говоря он вязался как-то очень долго прямо я не могла дождаться конца этой работы в начале недели этот джемпер был на стадии было связано значит все тело и один рукав у меня был в процессе уж не помню сколько там было по моему рукав был почти полностью связан вот значит я так и не отпарила его еще просто если честно не успела вчера вечером поздно забрасывала в стиральную машину и вот сегодня сушила я его кстати на манекене то есть в горизонтальном положении просто повесила на манекене и он очень быстро высох в принципе без проблем здесь вот такие шерстинки но я сомневаюсь что это альпака по вылазила альпака махер по вылазил я думаю что тоннель и здесь было вот потому что такие вот длинные волоски пряжи из которой я вязала это шанин мохер от компании лама лия ярм называется пряжу предоставил интернет магазин дикая коза здесь не 50 грамм 150 метров и в составе 50 процентов шерсти 30 процентов мохера 10 процентов акрила и 10 процентов пайетки всего у меня было 10 мотков я вот сейчас понимаю что нужно было наверное все включить давайте вот так потому что на самом деле сейчас на улице день но солнце сегодня такое прямо знатное и светит сейчас не в окошко поэтому мне пришло шторки опустить в общем джемпером я абсолютно довольна настолько довольна что даже уже думаю куда бы мне его надеть дам постараюсь на следующей неделе сфотографировать и показать во всей красе на себе но пока давайте посмотрим сколько же пряжи в это изделие я скажем так вложила за прошедшую неделю за вязальные гонки так я буду взвешивать вместе со спицами чтобы все было честно потому что в начале недели в этой работе стояли рукаве вот эти спицы от гаммы сороковка так и взвешиваем готовое изделие и спицы непосредственно 321 грамм так ну возможно будут какие-то поверхности но я пересчитаю потому что когда я взвешивала утро мне нужно было ксюша сообщить свои результаты было 322 322 грамма но я думаю что один грамм сильно роли не сыграет 1 грамм в этой пряжи это три метра так ну в общем то запомнили довес и в конце я расскажу вам о всех моих результатах так это первая работа вторая работа которая у меня вязалась на этой неделе достаточно активно это мужской свитер честно говоря я не думала даже что у меня получится его так неплохо продвинуть но я на этой неделе старалась работать так как мне как у меня получалось да потому что не всегда то что я планирую меня получается осуществить джемпер для мужа в начале недели он весил по моему 70 грамм вместе со спицами в общем на экране опять же вам все это дело подпишу и у меня была связана только горловина и ложная китлевка то есть до вот этого изнаночного ряда все остальное что здесь сейчас перед вами я связала за эту неделю честно говоря опять же очень довольна своими продвижениями в целом я просто довольна тем что этот процесс задвигался потому что в нем есть такая достаточно небольшая необходимость сел джемпер на моего мужа просто отлично я эти расчеты собираюсь занести в свою проектную тетрадь ну как бы для постоянного расчета если я буду еще вязать и я однозначно еще вязать свитерами его буду тоже знана gold и вот для того чтобы мне не делать новые расчеты я буду пользоваться уже готовыми так по этому свитеру мало того что я его неплохо подвинула продвинул я еще по нему начала снимать подробно подробно мастер-класс со всеми расчетами и уже можно сказать что практически мастер-класс готов потому что осталось мне надвязать длину изделия вниз до оформить край изделия это будет простая резинка 2 на 2 и и связать рукава на рукавах тоже ничего сложного не будет просто рукава немного зауженные книзу да для того чтобы не получились такие широкие и соответственно тоже резинка то есть по сути дела самую сложную часть самую основную я сняла за эту неделю получилось там почти на три часа материала поэтому мастер-класс будет в нескольких частях и естественно при условии что мне удалось так неплохо его поснимать на этой неделе то я конечно скорее всего смогу его и выложить буквально там в рамках одной недели да значит я думаю что на следующей неделе этот мастер-класс уже начнет выходить мне осталось только подготовить и горловину для того чтобы оттенять самое начало так здесь стоят те же спицы и леска к сожалению другая но я думаю что это уже не принципиально она весит скорее всего максимум на грамм больше чем-то ну и сами понимаете что если так разбираться то это мне даже не на руку но я не настолько уже принципиально я попереду ввязываю вот такой теневой узор а мне очень нравится вообще тема зигзагов особенно в мужских изделиях потому что как нельзя лучше она подходит именно к мужской тематике что еще рассказать ланна голл классическая 381 цвет и вот что у меня осталось от третьего мотка и знаете что я вам хочу показать сегодня когда я утром пришла к себе я обнаружила что-то невероятное потому что у меня был еще один перемотанный моток и вот здесь посмотрите что я нашла какой-то след а от чего-то пропаленного и запах такой но тоже до пропалины но что это я без понятия потому что я не курю это пряжа лежала в моей рукодельной комнате здесь нет вообще ничего такого что могло бы вот вот так вот сделать здесь нет никаких оголенных проводов чтобы там да как-то подумать что током прожгло короче я не знаю что это может быть сейчас я сниму видео пока буду монтировать если у меня получится я буду перебирать что-то смотреть потому что для меня это просто загадка да что это такое могло случиться вот так что ну придется мне верхний слой конечно же отмотать потому что здесь в большинстве случаев пряжа прожглась почти полностью но и вообще-то некрасиво до такую пряжу использовать придется мне немножечко отмотать ну и соответственно уже скорее всего 99 процентов что пряжу мне придется докупать хотя бы один мотор да так ну что вижу на 50 размер пока еще не знаю про длину вот у мужа спрашиваю какой длины делать он пока молчит наверное думает так ну давайте взвесим значит на начало недели я вам сейчас подпишу сколько это изделие весело взвешивать я конечно же буду только изделия клубок останется за весами то есть на столе я честно скажу я же уже все это взвешивала да и я была очень удивлена значит вес моего изделия сейчас двести восемьдесят грамм то есть за неделю я извязала 210 грамм ализона водка сик и и это достаточно неплохой результат честно говоря для меня да я честно скажу я вчера в субботу думала посвятить целый день вязание этого свитера я была уверена что я если приложу максимум усилий то я практически слежу тело то есть я могла бы еще моток даже может быть и больше точно вывязать но вчера я ездила внезапно значит сорвалась и поехала в минск за серебряной кнопкой я думаю что вы видели уже видео на канале потому что я по горячим следам снимала это это видео и делилась с вами этой новостью и так и получилось что весь субботний день да все время которое у меня было свободно это где-то получается три часа утром три часа вечером ну и хотя бы час днем я могла бы посвятить вязанию это семь часов но в итоге вот вчера вышел полностью невязальный день за семь часов но давайте так скажу что я моток ланголд вывязываю за четыре часа без напряга то есть но не торопясь вот в обычном темпе поэтому получается что за семь часов я бы могла вывязать почти 200 грамм и я думаю что 200 грамм сюда плюсом могли бы означать практически полностью готовое изделие я думаю что тело я бы практически довязал так ну в общем то вот такие у меня были продвижения номер два опять же давайте я уберу пока и последнее продвижение на этой неделе это лапа пейса все-таки я до нее добралась но я очень хотела ее полностью закончить я тут подготовила все что было в первый раз при взвешивании значит что у меня пола по пейсе я расчеты у меня были уже сделаны мне нужно было начать снимать урок скажем так по вот этой верхней части да что там да как и я отсняла сборку сейчас я на стадии когда мне нужно садиться снимать объяснение по жаккарда потому что я не хочу чтобы это было привязано к какому-то определенному узору то есть я хочу чтобы в мастер-классе была такая информация информация чтобы каждый мог и свой узор связать значит я соединила тело с рукавами и провязала по моему здесь что-то около десяти рядов то есть не так много и не так уж и много времени я на это потратила и дальше я зависла потому что я совсем не я совсем не ожидала значит у меня вообще это изделие было начато если не ошибаюсь в сентябре месяце пряжи для этого изделия не предоставили интернет-магазин мир вышивки и с таким условием что я сниму мастер-класс для вас да сюда на youtube ну и в общем то я человек который из дропса очень мало вяжет из длины я вообще впервые вяжу и ну не честно говоря я никак не думала я никак не думала что 14 мотков мне может не хватить потому что все таки это 700 грамм у меня было 8 мотков синих 3 серо-голубых таких и 3 молочных то есть 14 мотков 700 грамм здесь на 50 грамм 100 метров вяжу я к слову не на какой-то огромный размер вяжу я на обхват груди по моему 100 сантиметров то есть это даже в принципе на меня еще и не налезет ну вязала я как бы просто вязала для того чтобы снять мастер-класс потому что все таки это стопроцентная шерсть есть 35 процентов альпаки и 65 процентов натуральной шерсти пряжа очень теплая я такие изделия вряд ли способна носить но время покажет конечно же значит ну что особо как бы продвижения нет но я рада хотя бы тому что я начала двигать этот процесс на следующей неделе я попозже расскажу вам о своих планах да ну и получается что я зависла потому что у меня снова остается очень мало вот этой синей пряжи мне дослали точнее сама до заказала в этом же магазине три моточка таких же один моток у меня ушел на рукав и вот еще один целый и вот такой клубочек остался от третьего моточка вот я им сейчас вижу и получается что мне нужно определиться как я буду распределять цвета на кокетке да потому что какой будет узор я буду уже сходить как раз таки из того как у меня получится распределить эти цвета я думала изначально что горловина будет тоже темно-синяя то есть будет вставка цветная на кокетке на круглой даже кардовая горловина будет снова темно-синяя сейчас я понимаю что ну как-то это опасно в моем случае я не хочу оказаться снова в ситуации когда у меня закончилась пряжа и мне снова нужно ее где-то искать из опыта скажем так прошлого раза когда пряжу я искала два месяца да вот и получается что я сейчас думаю над тем как мне распределить два других цвета и перемешать вот эти остатки из темно-синего да то есть возможно сделать часть узора темно-синим а уже основным цветом делать те цвета которые у меня вот как раз таки еще другие ну в общем я пока еще над этим буду думать время сегодня у меня будет я сегодня вечером пойду на коррекцию ногтей точнее на маникюр пойду и как раз таки под звуки шлифовальной машинки под звуки фрез да буду думать о том как мне поступать с этой лопопейсой потому что пока мне честно говоря думать больше и не над чем да все остальные процессы они такие вот просто вяжи себе ну и давайте взвесим все таки я вязала этот процесс здесь продвижения конечно небольшие но все же так на начало недели я вам подписываю сколько весил этот процесс напоминаю что здесь на 50 грамм 100 метров то есть грубо говоря не грубо говоря так и есть в одном грамме два метра клубочек я достаю чтобы он не пошел мне весом и значит вложу свою лопопейсу вот так и к ней я должна положить две лески и четыре заглушки потому что в начале у меня в начале недели у меня тело было на леске шестьдесятки вот на вот этой салатовой один рукав у меня был на оранжевой леске да и тело и этот рукав у меня были на заглушках чтобы петли не слетали поэтому вот четыре заглушки не трошно я ложу ну и соответственно второй рукав у меня был тоже на оранжевой леске и на спицах номер четыре это леска и спицы у меня сейчас остается в процессе ну и вот получается что на сегодня 505 грамм вес моего изделия уже из этой цифры я буду делать расчеты так ну что это все мои продвижения за эту неделю у меня еще есть начало второй горловины для свитера да сейчас покажу вот это я начала вязать это горловина для мужского свитера я буду чуть позже вязать еще один свитер но я просто начала здесь три с половиной ряда поэтому я естественно не стану это включать в зачет потому что ну это уже совсем глупо и еще я собиралась на этой неделе вязать варежки я к ним даже не прикоснулась вот у меня целый моточек и собиралась начинать вязать юбку вот тоже ничего не делала так что сейчас я вам на экране напишу подсчеты да свои чтобы вы могли посмотреть на мои результаты и потом покажу вам результаты ксюши и тогда уже можно будет ну объявлять победителя а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрели наши результаты. Честно сказать, я совершенно не надеялась на победу, потому что я прекрасно знаю, что я сейчас очень мало вяжу. Но я когда сегодня подбила свои итоги, когда я увидела, что у меня 800 хвостов метров, я была очень удивлена, потому что я думала, что я метров 400 максимум провяжу. Это прям потолок. Времени на вязание не так много. Я очень много снимаю, очень много монтирую. Соответственно, это тоже занимает время. И для меня сегодня был прямо вот хорошим таким сюрпризом мой результат. Поэтому я мега довольна. Что касается совместного вот этого марафона, да, вязальной гонки, я обязательно буду еще участвовать. Пишите мне в ВКонтакте личное сообщение, да. Те, кто хочет поучаствовать, будем обсуждать. Так, ну и получается, раз уж сегодня воскресенье и обычно воскресенье у вязальщиц находится пара минут свободного времени, я вам быстренько расскажу о моих планах на следующую неделю, то есть на неделю, которая завтра начинается. Я хочу позаканчивать те процессы, которые мне не удалось закончить на этой неделе. И, естественно, это будет лапопейса. Я не буду уже снова вам ее разворачивать, потому что, ну, вы уже все увидели. Значит, я постараюсь ее полностью закончить. Дальше я ставлю себе целью закончить... Не могу сказать, что закончить весь свитер, потому что это достаточно много работы, да. Поэтому я себе ставлю цель вывязать хотя бы сюда еще два мотка. Потому что я, если честно, совершенно не знаю, что я буду вязать следующим. Или у меня, вот если смотреть, да, вот сколько тела провязано здесь, сколько? Ну, сантиметров 9 навскидку, да, я провязала тело вниз. И я хотела изначально вывязать всю пряжу, весь целый моток до конца, да, оставить снова петли на леске на какой-то и приступать к вязанию рукавов, чтобы весь остаток от пряжи потом вывязать в длину свитера, чтобы он получился подлиннее, потому что, ну, так теплее, конечно же. И поэтому, ну, мне сейчас трудно говорить, да, что я там хочу два рукава. Ну, хотя давайте так, да, я поставлю себе цель довязать вот этот моток и вывязать еще два. Скорее всего, это будут как раз-таки два рукава. Соответственно, по рукаву по одному мне нужно будет отснять мастер-класс. Ну, а там посмотрим. Так, дальше. С джемпером, слава богу, я разобралась. Мне осталось его только отпарить. Нужно будет мне на этой неделе еще оформить до конца описание, то есть перевести его вообще в чистовой вид. И, несмотря на все вот это вот, мне нужно обязательно-обязательно начинать вязать юбочку. Юбочку из пряжи Alize Superfine. Я вам сейчас вставляю основную фотографию этой юбки. Юбка по мотивам Виктории Сигретт с пиццами, с наранами. Есть у меня на канале подробный мастер-класс на эту юбочку. Не так, кстати, много готовых работ, как я думала. Поэтому я вам с удовольствием еще раз напоминаю об этом мастер-классе. Возможно, вас эта юбка заинтересует, привлечет ваше внимание. Я буду вязать на заказ для женщины, которая живет за границей. В принципе, это не столь важно, но просто вот так вот к слову. И мне за две недели эту юбочку нужно связать. Поэтому я буду на этой неделе обязательно начинать и буду ее стараться постоянно двигать. То есть, конечно, юбка вообще вяжется четырьмя деталями. Было бы здорово, если бы я связала на этой неделе, которая будет хотя бы три детали. То есть, два полотна с наранами и одну боковую часть. С полотном с наранами никаких вопросов нет. Оно вяжется по прямой, а вот боковые части, они с расчетами. Но это я оставлю напоследок. Так, ну и в принципе, я думаю, что это и так достаточно много работы для меня. Но если у меня будет желание или оставаться время, я еще хочу повязать образцы из вот этой пряжи, которая мне пришла в подарки. Завтра выйдет виза-влог. Вы посмотрите на этот подарочек. Да, я там рассказываю, от кого подарок, что там было еще в подарке. Меня заинтересовала эта пряжа. Здесь очень интересный состав. Поэтому я хочу повязать образцы и снять для вас обзор на канал. И также хочу закончить свой кардиган, который я закончила вязать еще до вязальных гонок. Мне нужно его полностью отпарить, потому что все, что я успела отпарить, это то, что я делала в видео, да, один рукав. И мне нужно садиться за его сборку. Здесь работы немного. Хочется закончить и уже не думать об этом, как о процессе, а отправить это в разряд готовых работ. Ну и варежки для свекрови, хотя уже начинаю сомневаться, что я успею. Короче, работы, как обычно, очень-очень много. Но сейчас я хотя бы уверена, что у меня есть ну 20 часов минимум в неделю рабочих. Это ну 20 часов 5 мотков главного. то есть в принципе сейчас я если не буду ничего вязать и снимать, снимать и монтировать, способна создать свитер за неделю рабочую. Вот. Все, девочки, всем огромное спасибо за просмотр, спасибо за интерес к нашему мини-марафону. Пишите, оправдались ли ваши надежды, да. Я уверена, что были здесь у меня на канале люди, которые не надеялись на мою победу. Я к этому событию отношусь абсолютно с дружеским с дружеской улыбкой. Это никакие не соревнования между нами. Мы хорошо общаемся между собой. Просто решили что-то типа батла такого устроить. И ну неплохо провели время, я считаю. Так. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. Увидимся с вами совсем скоро в новых видео. До новых встреч и пока-пока.